Всем огромный привет, мои любименькие! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова Марлена Эс. И сегодня у нас меню из шоколадницы. Я сегодня выходила по делам с утра, проходила мимо шоколадницы и смотрю, там есть объявление, что можно заказать с собой. Но я воспользовалась, так как я очень люблю эту сеть. Здесь у меня их фирменный салат Сезарь. Здесь Клаб Сэндвич. И вот тут бесподобные их просто вот фирменное блюдо номер 2 это их сырники. Они подаются еще с такими соусами, но это на десертик. Так, пить я буду кофе. Сегодня без пенки, без молока. Решила попробовать черный. Ну и так тоже вкусно. Ну что, мои солнышки, давайте будем начинать. Всем, кто кушает вместе со мной, я желаю приятнейшего аппетита. Вы тоже возьмите себе что-нибудь такое вкусненькое. Давайте кушать и болотать вместе. Поехали. К Цезарю у них идет свой соус. Вот сколько бы я не готовила дома этот салат, все равно так вкусно, как в шоколаднице, у меня не получается никогда. Вот, наверное, все дело в их соусе. Давайте начинать. Они листья салата поменяли. Тут раньше был айсберг. А сейчас он, ну что за салат? Мне кажется, это Романо. Это зелень вообще нужна. я после вчерашних суши снимала я их утром у нас такой дождь был все темно, как будто вечером короче, после вчерашнего я вообще ничего не ела и вот опять у меня эта еда, скорее всего, на целый день все, давайте капсандвич вкусно мои хорошие после вчерашнего видео на английском языке столько теплых слов столько слов поддержки спасибо вам огромное да, я очень волновалась ну, вроде получилось хорошо по вашим отзывам помидорка помидорка мясичка вот теперь я думаю продолжать ли тут постить подобного рода видео на английском или или создать отдельный канал ввести его на английском я немножко запуталась, поэтому подскажите мне, пожалуйста что вы думаете потому что есть люди которые не понимают ой а внизу вот есть салат айсберг как понять это шоколадница очень вкусный клапсандвич может какой-то есть и это это так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот не люблю это ощущение Руки как будто покрыты какой-то пленкой Немножко упали Ничего, на стол Давайте я вам расскажу Как я выучила иностранные языки На каких языках я разговариваю Может кому-то будет полезна информация И тоже будет учить так же, как я В общем-то так Я разговариваю на Я разговариваю на многих языках Ну, английский вы уже поняли Немецкий, французский, арабский Ближневосточный диалект На котором разговаривают в Сирии и Ливане Русский, так как русский не мой родной язык Я когда приехала в Россию, я не знала вообще ни слова по-русски Так Уберем это Сюда поставлю сыточки Сырнички Короче, чтобы выучить язык Любой У вас должно быть очень сильное желание Вот прям глаза должны гореть Как вы хотите его учить И как хотите разговаривать на нем Ой Блин, вылетел из слова Я ж не все перечислила Короче Русский Так как я его учила здесь Потом Свой родной армянский И испанский Но испанский На среднем уровне, я бы так сказала Остальные все свободно Как-то так Короче, дети 90-х меня поймут Я Любила слушать разную иностранную музыку Бритни Спирс Эн Синк Бэкстрит Боис Мне все время было интересно О чем же они там поют Почему же я ничего не понимаю Я хочу понимать Я хочу понимать И вот когда В первом классе у нас стоял выбор Между тем, какой язык будет основной Естественно, я выбрала английский У меня были очень хорошие учителя Учителя были Из Америки Ну и так как с детства у меня были способности Я училась в гуманитарном лицее С углубленным изучением иностранных языков Но я вам хочу сказать, что У меня никогда в жизни не было Репетиторов по английскому или еще по какому-то языку Я была настолько в плане этого любознательная Что я постоянно читала Я постоянно что-то переводила Я до сих пор, вот у меня это осталось Что я смотрю все фильмы, интервью, все передачи Вот интересующих меня звезд, которых я люблю Я все смотрю на английском, без переводов всяких И так у меня с детства было Всего Гарри Поттера я перечитала на английском В общем Я учила по песням, по фильмам и по книгам в основном Ну и в школе у нас была необычная программа Я вот смотрю, что преподают в наших школах И понимаю, что ребенок, окончив школу Он не сможет связать двух слов Ну настолько прям Вот в обычной средней школе Настолько отсталые знания об английском языке И причем не учат вообще разговаривать Учат только грамматики Да, кстати, когда я переехала в Россию Я была очень маленькая Мне было пять лет Я попала в больницу Представляете? В инфекционную еще больницу Вы представляете? Я ни слова не знаю Это была жесть Потом в течение как-то двух месяцев Я уже разговаривала В школе учителя меня ставили в пример Потому что русский не мой родной язык Но я настолько грамотно и хорошо им владела Что вечно ставили меня в пример Короче, ребята Ну плюс еще мне помогло Когда я жила в Европе, в Германии И училась там У нас все обучение было на английском языке Ну уже тогда я свободно разговаривала Я с класса, наверное, седьмого Нормально могла объясниться, разговаривать Не стесняюсь В общем-то, спасибо моим учителям Так, давайте пока не забыла Отвечу на пару вопросиков Итак, первый вопрос Нарине Мартиросян Привет тебе большой Спасибо, что смотришь Привет, я хотела узнать Вы по-армянски разговариваете Если не сложно, скажите, пожалуйста Я хочу знать Ха-ха-ха, хосу-мэм Привет, люблю смотреть твои видосики Ответь, пожалуйста На кого училась С кем работаешь Я уже как-то отвечала На этот вопрос Что училась я На юриста-международника Но по специальности я не работаю Следующий вопрос Соня Бустрова Сонечка, привет Привет, я люблю тебя смотреть Спасибо Были долгие отношения? Ну, как назвать долгие? Для кого-то это считается долго Для кого-то нет Но были серьезные отношения Два года Но свадьба так и не случилась По моей инициативе Разрыв произошел Так Поехали дальше Следующий вопрос Назрин Расулова Назринчик, привет тебе большой Спасибо, что смотришь Можно вопрос Хотели бы пожить в Азербайджане? Спасибо, что отвечаете Ты знаешь Пожить бы нет Но побывать там я бы хотела Но мне кажется Жизнь там не особо отличается От южных регионов России Все, давайте теперь сырнички У меня здесь Малиновая варенька И какой-то соус Специальный к ним идет Вот Красиво, да? Стоп Что-то мне не очень нравится Но Нет Не хочу добавлять тот соус Давайте с этим Давайте с варенькой Как говорится Перфекто Ой, Назрин Не до конца ответила на твой вопрос Побывать бы там Я, конечно, хотела Потому что По рассказам Моих родственников У меня Очень много родственников Родом из Баку Бакинские армяне Но это прям как Отдельная нация Бакинцы Это прям реально Отдельная нация Они мне много всего хорошего Показывали Рассказывали Естественно Я бы хотела Съездить Хотя бы раз Но Пока это невозможно Ну а Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, как вам свечки на заднем фоне? Вам нравятся? Мне кажется, они добавляют уюта. Ну что, мои хорошие, всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока, желаю вам хорошего дня, отличного настроения, берегите себя и своих близких, не болейте и помните, я вас люблю. Пока-пока, увидимся в новых видео.